Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Каждый день нам необходим воздух, каждый день нам необходимо восстановление сил, каждый день нам необходимо питание и каждый день нам необходима связь с небом. И, скорее всего, с нее надо было начинать, но я показала на тех необходимостях, которые мы на автомате уже исполняем и производим какие-то действия, не задумываясь. Но дыхание вседержителя – это то, что дает нам жизнь, это то, что формирует в нас крепость, это то, что дает нам смыслы, это то, что окружает нас безопасностью, это то, что производит в нас интуицию, где можно обнаружить какую-то опасность на пути, когда внутренность твоя взволновалась от чего-то и каким-то образом ты понимаешь, что тебе прямо сейчас надо вызвать к Богу. Поэтому не откладывай назад, куда-то в сторону, а действуй, исходя из того, что ты почувствовал внутри себя. Иногда вот это мгновение, которое Бог дает, как возможность может избавить от трагедий, от опасности не только тебя, но и за кого Бог сейчас полагает на сердце тебе помолиться. Будь внимателен в этом дне, когда ты почувствуешь это движение Божьего Духа. Независимо от того, что ты будешь делать, отложи в этот момент любое дело и воззови к Богу, даже если несколько минут, несколько мгновений. Но это может кому-то спасти жизнь, это может кого-то привести под покров, под защиту. Потому что в духовном мире есть свои законы, и Господь работает исходя из этих законов. И Он нам дал право молиться, Он дал право ходатайствовать, Он приглашает нас оказаться на территории, на которой сегодня еще много вражеских каких-то сущностей, но чтобы к нам это не имело отношения, не имело отношения к нашим близким. Поэтому любая мысль, любое чувство, не поддавайся под страх, а сразу же отдай это в Божье присутствие, в молитве. Но не просто передай то, что ты сейчас чувствуешь, а еще получи слово, на которое ты можешь встать. На основании чего ты отказываешься от страха, на основании чего ты уповаешь на Бога, на основании чего ты можешь об этом молиться. То есть любое местописание, которое тебе Бог напомнит в этот момент, либо которое ты откроешь и найдешь для себя, встань на него и утверждай вместо того, что было атакой со стороны страха, со стороны лжи, со стороны СМИ, со стороны многих и многих окружающих каналов, которые сегодня рабочие, и рабочие, как правило, с дьявольской стороны. Потому что то, что близко к человеку, то, что материально, то, чем может быть увлечен человек, то, конечно, враг это использует. Он не находится где-то там далеко в болотах и лесах, где нет живых людей. Он именно там, в городах, он в тех поселках, в тех местах, где живые люди, потому что он охотится за душами человеческими. И вот почему нам важно, друзья, с вами, это понимая, быть открытыми перед Богом, когда где-то попали в какую-то сеть, когда где-то не распознали врага, и таким образом оказались на крючке. Но Господь умеет с него снимать, поэтому только надо назвать вещи своими именами. И вот как говорит Давид. «Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетен всякий человек». Это 12 стих 38-го псалма. «Если ты обличениями будешь наказывать человека». Обличение, с одной стороны, это какая-то констатация, это какой-то диалог, но, с другой стороны, когда за этим следует какое-то действие, на которое человек не рассчитывал, то это уже можно говорить о наказании в данном случае, когда будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Скажите, а если человек будет действовать, как хочет, и Господь не будет за этим наблюдать и не будет давать законам своим работать, то что тогда будет на земле? Ведь тогда на самом деле все рассыпется, но уже от злобы, рассыпется от дьявольского вмешательства, потому что украсть, убить, упокубить – это его структура, это его суть. Поэтому если Господь не будет вмешиваться, то тогда будут сыны человеческие умножать грех. Об этом тоже написано в его псалмах. И то, что нам с вами надо понимать, что Господь, как раз обращаясь к своему народу, он здесь корректирует больше, чем у беззаконников. Там тоже накрывают его суды, но не сразу. А здесь, как правило, быстро Господь дает о себе знать, что ты пошел не туда. Лучше кривизну исправить сейчас на старте, чем потом это будет большой уклон в сторону. Небесный Отец, я прошу тебя, наблюдай за нами и дальше, сохраняй нас от того, что называется скользкими путями, от того, чтобы уклониться от истины Твоей. Пусть, Господь, здравый смысл всегда присутствует в Твоем народе. Открывай нам свои горизонты, показывай нам свои перспективы, укажи нам путь, по которому нам идти. Я благодарю Тебя, потому что для нас это и ценно, и важно, и необходимо, чтобы Твое присутствие в нашей жизни всегда просвещало всякую тьму. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok